Скажите, пожалуйста, можно гладить человека по голове, трогать его за голову или за уши? Нельзя. А почему? На голове самое чувствительное и дорогостоящее оборудование находится. Если вы заметите, как матери проявляют насилие над детьми, они все время выворачиваются и убирают голову. Есть дети нечувствительные, но это не значит, что у них это оборудование нет. Лучше не трогать голову и лучше вообще человека никогда не трогать постороннего, включая вашего ребенка. Ему можно делать массаж, какие-то поглаживания, общаться с ним, но чтобы иметь привычку постоянно прихватывать его за попу, за голову или за что-нибудь, человеку вообще нельзя трогать. Никакого. А заплетать волосы? Ну, заплетите волосы. Ну, опять же, кому вы даете заплетать волосы? Если человек, там, с ним сидит демонюга, да, который вот болен вампиризмом, то вы себе косичку-то заплетете. Вы останетесь без недельного запаса энергии. То есть вам не просто так иногда просят предлагать заплести косички. То есть вы думаете, что вам просто косичку заплетли. Поэтому кому отдавать свои волосы в руки, тоже надо тщательно выбирать. Очень тщательно. То есть вот я могу как ходить с более-менее причёсанной головой, какое-то время, но вот появляется, допустим, Маша или Надя. Вот они могут мне заплести. Я знаю, что повреждений не будет, если они будут дёргать. Закосы. На Надя, да. Так иногда. Поэтому не трогайте людей ни за какие места вообще. Исключение составляет интимное общение с вашим партнёром. Или когда вы защищаете себя. Или в качестве поощрения можно там немножко дотронуться до человека, как-то его там приободрить касанием, что ты его любишь, понимаешь. Но хватать человека за голову, и я никогда не буду. Просто у вас в следующей жизни будет такая же мама или друзья, или родственники, которые также будут хватать за голову вас и портить вам ваше оборудование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!